Всем привет! После того, как мы составили список компаний, каждую из них нужно подробно спланировать, проработать и запустить в интерфейсе. На данном уроке мы поговорим про первый этап, про планирование рекламной кампании, а именно про планирование групп объявлений. Чтобы спланировать рекламную кампанию, нужно определиться, какой в ней будет список групп объявлений. Давайте поговорим про рекомендации о том, как такой список составить. Во-первых, выделите в отдельные группы объявлений крупные смысловые блоки, каждый из которых будет нацелен на свой сегмент аудиторий, которые важны те или иные свойства ваших товаров и услуг. Выделяйте в отдельные группы объявлений таргетинги, под которые будет смысл написать отдельное объявление. В отличие от поиска, в RSI нет задачи максимально подсветить в заголовке ключевую фразу, поэтому, например, не будет смысла выносить в разные группы ключевики оформить кредит и взять кредит и писать под них разные объявления, так как в парадигме RSI эти таргетинги не разводят аудиторию на разные сегменты. Зато, например, будет смысл объединить в одну группу запросы про кредит онлайн и кредит через интернет. Эти ключевики не похожи семантически, но очень похожи по смыслу и описывают аудиторию, которой важно быстрое дистанционное получение кредита без визита в офис. В объявлении под эти таргетинги вам нужно будет написать что-то, что как раз передает смысл этого свойства. Кредит без визита в офис, заявка на кредит онлайн, кредит за пять минут и так далее. Допустим, в рамках проекта с кондитерской в Москве мы накидали список компаний, которые мы можем запустить в RSI и, допустим, в качестве первой компании мы решили проработать компанию про детские торты. Изучим сайт, то есть предложение, а также Wordstat, то есть спрос, и на пересечении поймем, какие важные свойства нужно выделить в разные группы объявлений. После аналитики мы видим, что основные свойства, которые определяют разные сегменты аудитории, это люди, которые просто ищут детские торты, а также специализировано торты для мальчиков и торты для девочек. Также многие люди ищут торт на день рождения, а кто-то целенаправленно на день рождения мальчику или девочке. Также довольно популярный кейс, когда люди ищут под определенный возраст, мальчику или девочке на один год, два года, три года. Можно поэкспериментировать и выделить некоторые такие сегменты в отдельные группы. Также относительно часто встречаются запросы про торты без мастики. Еще есть большая группа запросов, связанных с конкретным дизайном. Торт с трактором, торт с машинкой, торт с принцессой и так далее. Самый частотный из них – торт с единорогом. И у нас на сайте как раз есть такой. Поэкспериментируем и выделим в отдельную группу. Кстати, для такой аналитики можно изучать не только Wordstat, а уже имеющееся у вас поисковое семантическое ядро и думать, в какие смысловые блоки его можно перегруппировать. Теперь запланируем список таргетингов. После того, как мы определились со списком групп, можно для удобства в каждую накидать список различных типов таргетингов, примеры ключевых фраз, чтобы посмотреть на компанию в целом и двигаться итеративно. Например, продолжая работу над компанией про детские тортики, мы можем запланировать, что у нас будет общая группа объявлений, в которой мы будем таргетироваться на широкую аудиторию через ключевые фразы про торты детские, тортики ребенку на заказ и так далее. Через ретаргетинг, показываясь тем, кто, например, начал на сайте оформлять детский торт, но не заказал. Через lookalike, показываясь, например, людям, которые похожи на тех, кто сделал у нас на сайте заказ детского тортика. Также в этой компании будет группа про день рождения с ключевиками вида торты детские, торты на день рождения и так далее. Группа про мальчиков с ключевыми фразами про торт мальчику, торт для мальчика и так далее. Группа про торты для девочек с аналогичными ключевиками и так далее по списку. Составлять такие таблицы в Excel, конечно, не обязательный процесс, скорее рекомендация, какими способами можно организовать свою работу над средними и большими проектами. Дальше запланируем список объявлений. После того, как мы составили список групп, и примерный список таргетингов, можно прописать примерный список объявлений и определиться, какие форматы креативов будем использовать, о чем будем говорить в каждой группе, какие свойства продукта и вариации можно подсветить в разных креативах. Например, продолжая работу над компанией про детские тортики, мы можем решить, что в каждой группе будем использовать по одной вариации графических объявлений и по несколько вариаций текстовых графических объявлений, делая в дополнительных вариациях упор на возможность заказать по индивидуальному дизайну. Важно отметить, что по аналогии с поиском в сетях действует правило о том, что все созданные таргетинги в группе работают в связке со всеми созданными объявлениями. Вы можете создать группу, в которой будет несколько таргетингов разного типа, например, несколько ключевиков, интересов, и несколько объявлений разного формата, например, несколько ТГО, несколько графических баннеров. В такой группе каждый таргетинг может быть показан в связке с каждым креативом. Например, текстово-графическое объявление про детские торты на заказ может быть показана в связке с условием look-alike, похожие на тех, кто заказали торт на сайте. Если вы хотите, чтобы какие-то объявления показывались только строго в связке с какими-то таргетингами, выделяйте их в отдельные группы объявлений. Вот мы и поговорили про то, как распределить таргетинги и объявления по различным группам объявлений и таким образом составить структуру будущей рекламной кампании.